меня зовут павел и сегодня расскажу вам немного о миларном подходе формализации данных акцент я постараюсь сделать на практический кейс его применения то есть на те продукты которые реализованы на его основе для начала немного наверное о себе расскажу два года работу подрядчика газпрома разрабатывал автоматизированные системы управления затем заинтересовался логическим искусственным интеллектом и перешел в милар за три года я работал над пониманием естественного языка писала семантика синтаксический анализатор текста участвовал в а r&d компании был основателем отдел экспертных систем сейчас являюсь его руководителем данный как бы этот отдел разрабатывает удобный интерфейс для описания модели знаний в том числе не программисты сразу оговорюсь это мой первый вебинар да я к нему может быть не совсем готов я старался сделать максимально не рекламным но к сожалению не везде удалось это делать мой рассказ имет минут 18 поэтому у нас останется много времени на ваш вопрос что же давайте приступим уже довольно давно человечество собирает информацию чтобы передать ее потомкам уберечь их от ошибок прошлого и ускорить процесс обучения гарантировать тем самым движение вперед к новым открытиям но если мы выглянем в окно то легко заметим что далеко не все из этих уроков усваиваются я вас сегодня видел как на снег кладут асфальт каждый из нас сейчас живет в большом информационном облаке знание опыт цитатки соцсетей и насыщенные паблики в инстаграм мы джинги в рекламе очень честно говоря огромное количество мусора мы получаем информацию но реально не можем не оценить ее полезность не понять как ее использовать мы все мечтаем об универсальном черном ящике который бы получал на вход любые данные знал что с ними делать и как представить их пользователю но на практике человечество еще далеко до этого естественно формализация структурирования вычленение связи из хаоса занимает мы тысячи людей существуют различные школы подходы например антологии когнитивные карты юмейль диаграммы эти петри ретисети и так далее да каждый подход имеет право на жизнь но у каждого есть свои недостатки например когнитивные карты слабо масштабируемы у антологии сложно описывать нестандартной связи rdf это ресурс дефинишн преймворк он конечно прекрасен и удобен но с ним могут работать только программисты сети петри это вообще мощно устаревший инструмент от nokia сложной системы ветвления правда я несколько удивился когда нашел его элементы в таком программном продукте как они лучше прийти сети капризно к тому как вы описываете модель например неправильная постановка одной инструкции может резко увеличить количество переборов внутри и следовательно снизить продуктивным собственно тут на сцену выходит миларный подход я не стал бы называть его революционным это слишком громко слово скорее он объединяет положительные стороны обозначенные высшей технологии и старается избегать негативных в основе миларного подхода лежит заимственная из философии периода вещь свойства отношения вещь это в принципе любой объект который может обладать значением например это банк счет скорость автомобиля ваш дом число сотрудников фирмы и так далее отношения это связи между вещами вот например у нас есть теорема пифагора с квадрат равно а квадрату с б квадрат соответственно она объединяет два катета и на выходе имеет гипотенузу в миларах в качестве отношений могут выступать как какие-то математические формулы так и продукция то если то если то иначе java скрипты и сейчас мы работаем над тем что можно было запускать сторонние сервисы именно из вещей отношений состоит двумерное представление миларного подхода нагляднее всего его можно представить в виде всем привычного двудольного графа наверно свойства это всего лишь еще один срез который позволяет насыщать вашу модель знаний например вы описываете обычный треугольник обнаруживаете что один из его углов равен 90 градусов включаете слово прямоугольный треугольник и в модель автоматически подключается та же самая теорема пифагора и другие знания то же самое может быть вы можете описать какую-то абстрактную компанию подключить свойства что это например и чар компания у нее появятся новые отношения и новый объект как показывает практика для большинства задач вполне хватает и двумерного описания но как я говорил выше мало просто описать знания создать модель нужно суметь воспользоваться для этого существует такое страшное название как миварная машина логического вывода проще его называть логический движок в основе движка лежит простая как валенок идея что если у нас есть граф то по нему можно перемещаться и найти маршрут из одной точки в другую так как у миваров есть реально вычисляемые отношения это формула как я уже говорил если то скрипты на js и так далее то движок может не только выдать маршрут и алгоритм но может и посчитать за вас я предлагаю сейчас кратенько пробежаться по одному очень простому примеру собственно у нас здесь указано что есть n количество вещей объектов и m правил мы знаем что у нас есть три показателя ну допустим это температура какого по какому датчику давление в газопроводе пусть будет и не знаю третье что-нибудь придумать сами и мы хотим найти какой объем газа там хочет прогнать через этот трубопровод за указанное время естественно имея эти входы мы можем определить какое правило мы можем запустить в данном случае это r1 запуская r1 мы получаем выходы n1 и n от него r2 ну тут в принципе все довольно наглядно я надеюсь соответственно мы можем построить полный маршрут понять где когда что запускалось и провести вычисления да поэтому примеру может показаться что там внутри полный перебор а это значит n факториал количество пересчетов и всего остального но на самом деле нет нам благодаря нашей технологии удалось добиться линейного числительной сложности но это несколько выходят за рамки данного вебинара поэтому если вам интересно я это либо в вопросах отвечу как мы этого добились либо вы можете почитать у нас скоро будет уже опубликован по тем где это хорошо описано либо тогда просто напишите мне на почту чем же я хотел бы еще одно благодаря нашей технологии нам удалось добиться достаточно шустрой работы даже на простых персональных компьютерах мы создавали рандомную модель из 5 миллионов простых отношений это плюс минус умножить поделить подавали на вход тысячу параметров искали другую тысячу как выходные собственно самый долгий алгоритм который у нас был занял полсекунды на то чтобы найти решение и посчитать там внутри и были порядка 100 тысяч шагов это как такой средний я бы сказал даже наверное минимум того что у нас получалось прежде чем перейти непосредственно к примерам хотелось бы сказать что вот как раз подразделение экспертной системы на вопрос я отвечу чуть позже ярослав можете задать его тогда вот как раз в разделе вопросов отдел экспертной системы занимается разработкой удобного инструментария для описания моделей и сейчас уже выходит вторая версия этого продукта она устроена достаточно просто есть иде есть логический движок и есть api оно очень похоже на rest api мы перегоняем джессоны естественно любой внешний сервер с пользовательские интерфейсы и так далее может обращаться к нашему логическому движку в котором будет крутиться созданная вами модель получать результаты уже как-то их обрабатывать например можно на него спихнуть всю логику почти почти всю логику приложения об этом я в следующем же примере расскажу наши продажники почему-то считают что можно создавать только очень сложные структуры на этом то есть там SPPR и TAIR и все остальное но на самом деле это не так я предлагаю нам это проскипать и перейти сразу к B2C рынку собственно первое о чем я хотел бы вам рассказать это образовательный стартап teach me он появился не так давно этим летом это образовательная платформа которая создается в помощь школьникам и их родителям для повышения общего уровня успеваемости по техническим предметам за счет подбора заданий на основе персонального подхода и геймификации в ней Mivar является killer feature потому что на основе вот как раз продукта от экспертных систем мы описываем предмет на области геометрии 7 класса или физика за 11 мы видим там внутри все взаимосвязи мы можем решать пользовательские задачи которые он нам вводит это одно из основных отличий мы можем генерировать сами тестовые задачи мы можем получается рассылать контрольные работы и проверять их то есть мы будем полезны не только школьникам но и их родителям которые будут видеть реальные знания ребенка так и учителям репетиторам которым мы позволим снять головную боль с точки зрения подготовки всей этой бумажной волокиты на данном слайде изображен наш простенький интерфейс MVP мы смогли собственно его создать за полтора-два месяца благодаря тому что модели у нас описывают преподаватели к сожалению их работа оценивается в нашей стране дешевле чем айтишников но в результате это получается достаточно выгодно то есть мы потратили полтора-два месяца на создание интерфейса в это же время преподаватели создавали наши модели и мы смогли выйти за это время на MVP и найти уже даже инвестора которому понравился наш MVP сейчас мы его активно переделываем чтобы оно было более симпатичным и удобным второй B2C проект о котором я хотел бы рассказать это PhotoFablo по сути это сервис который позволяет вам загружать фотографии но этим никого не удивить фишкой этого проекта является то что он позволяет автоматически выбрать лучшие фотографии и создает за вас фотоистории на вход у него поступают соответственно все ваши фотографии дальше идет их предобработка определяются их качества классифицируются выделяются какие там есть объекты например там дом, родители, ребенок, мяч и все остальное происходит определение жанра то есть если это на море то скорее всего это отдых там в лесу и все остальное происходит поиск лиц затем формируется миварная модель то есть какое-то семантическое описание ну скажем например мяч находится справа от ребенка и так далее после этого пользователь уже видит результат всей этой обработки может запустить умный шаблон и получить на выходе полную презентацию на этом слайде представлены их обработчики честно говоря я этим проектом не занимаюсь поэтому лично я не знаю что такое перцептивный хэш но я верю что он нужен соответственно они умеют определять лица где это было снято все остальное насколько я знаю это нередко делается там по положению солнца и всего остального определяет качество и на основе нечеткого множества определяют жанр то есть вот вы видите там определено несколько жанров с определенной долей вероятности затем пользователь имеет определенный интерфейс опять же который пишется достаточно быстро для того чтобы создать свою собственную фотоисторию на этом с B2C у меня к сожалению все следующее что было разработано на основе миларов это семантическая платформа ну здесь много текста я предлагаю его проскипать собственно смысл в том что есть возможность загрузить язык на естественном языке и провести его анализ и потом задавать к нему вопросы перед 9 мая на нашем официальном сайте милару мы выкладывали повесть обелиск Василия Быкова и к ней можно было задавать вопросы устроено это очень просто запрос на естественном языке по нему строится модель если в этой модели нам что-то непонятно мы задаем повторные вопросы пользователю когда нам все понятно мы отправляем это логический движок который выбирает базу знаний по данному предмету по данному произведению или еще чему-то находит ответ и дает результат например у нас можно было узнать кто главный герой кто положительный герой кто негативный герой что происходило тогда то и тому подобное что касается более реального применения например сюда можно загнать целый набор регламентной документации по компании да и если у вас пришел новый сотрудник он может без помощи какой-нибудь технической поддержки или какого-нибудь эксперта задавая просто вопрос системе быстро получать ответы что можно создать на основе этого это умный поиск автоматическое построение антологии то есть описывать на естественном языке модели знаний проводить реферирование анонтирование антипагиат все остальное и мы считаем что можно убрать нулевую уровень техподдержки то есть тех людей которые просто читают и соответственно перенаправляют все заявки следующий проект чтобы показать что технологии действительно мощные это роботы честно скажу сейчас будет три слайда которые я позаимствовал я их не особо представляю но если говорить именно о роботах то по сути робототехника объединяет все три направления которые у нас есть да это им нужна информация внешних датчиков то есть это зрение лидар и все остальное им ну естественно язык надо понимать им нужны мозги то что у нас делают экспертные системы то что у нас уже есть отработанные технологии и нижний рецептивный уровень который позволяет рассылать уже непосредственно команду существует несколько уровней управления роботами первые уже давно все ими покрыты это часть робота их действия следующий робот коктейл например сейчас в рамках миларов готовится следующий робот просто как я не знаю презентационный я бы его назвал по сути он может определить где он может проехать по пространству создать свою карту перемещений запомнить где находятся те или иные люди потом ты можешь его себе подозвать и сказать отвези этот документ Георгию он будет перемещаться и на сервере но надеюсь что он будет существовать следующий уровень это уже простая группировка когда у нас однотипные роботы здесь юзкейс сейчас к сожалению проблемы соединением сервера я надеюсь что оно скоро восстановится так ну будем надеяться что меня стало слышно по крайней мере Роман говорит что стало лучше вот следующий элемент это простая группировка когда у нас однотипные роботы где это может быть полезно допустим не дай бог у нас произошло очередное землетрясение которое в последнее время случается и серия маленьких роботов может общаясь друг с другом быстро пройти по завалам и определить есть ли там выживка при этом им не нужно центральное управление они могут общаться друг с другом если потеряли связь вернуться на предыдущие координаты и так далее то есть юзкейсов много они очень даже нужны даже в социальной сфере последний уровень нет сложных группировка здесь я могу предложить какие-нибудь военные игры в серии есть полигон заминированный у нас есть робот сапер есть дрон дрон летит определяет маршрут говорит где может проехать робот сапер дает это в командный центр и командный центр уже передает непосредственно прямые указания роботу саперу ну вот как то так этот слайд честно говоря для меня загадка но несколько его вставить скорее всего здесь имеется ввиду то что обязательно должна быть обратная связь и мейвары ее поддерживают вы не обязаны выполнять весь алгоритм вы можете в определенный момент остановиться присылать новые данные посмотреть как они будут влиять на результат всего по счету ну наверное это все что я сегодня успел кратко рассказать просто технология достаточно большая применений много что вам было бы именно интересно я не знаю потому что это был мой первый вебинар спасибо вам большое за внимание сейчас я перейду на вопросы так начнем с синода да научных публикаций у нас много их можно найти на e-library.ru да или просто вбить в поисковике мевар и получается вы там все найдете что касается Никиты как мы добились оатен есть простые ответы есть сложные ответы для сложных наверное я бы предложил вам написать мне на почту я бы вас пригласил у нас здесь идет открытое обучение если говорить о простом то по сути у нас хорошо связанный граф мы знаем как по нему перейти используем модифицированный поиск в ширину связанные списки умные указатели и все остальное соответственно мы строим алгоритм на обратном пути то есть сначала идет поиск в ширину мы строим основной алгоритм когда мы проходим ну получаем ответ мы его очищаем от лишних шагов вводим небольшую еще там нашу разработку и получаем линейную вычислительную сложность то есть самый долгий алгоритм который мы делали собственно самый долгий это был для одного нашего проекта пробного для нефтянки но тут надо понять как бы вот долгий интересы с точки зрения времени или с точки зрения объемов самый долгий по времени который выполнялся это был примерно одна минута было связано с тем что там было много джаваскриптовых элементов соответственно они там работали с массивами и не стоит не очень быстро обрабатывать так что касается Яна я бы сказал что да стоит идти в ВУЗ но в какой-нибудь правильный ВУЗ честно я заканчивал автодорожный стал программистом и веду R&D поэтому кому как повезет ВУЗ скорее очень полезен с точки зрения нетворкинга вы получаете новые связи и можете добиться очень многое благодаря им сейчас у меня в компании работает несколько человек с которыми я вместе учился другие являются экспертами в своих областях в том числе мобильной разработки время от времени я их дергаю чтобы они мне помогли с тем или иным как сочетается миларный подход с нейронными сетями и другими более традиционными технологиями так что касается традиционных там антологий и когнитивных карт то у нас можно реализовать очень похожие модели знаний нейронными сетями к сожалению мы пока не умеем работать но мы уже проводили НИР по работе с мультиагентными системами если вас интересует возможность применения или создания совместного проекта с нейронными сетями и миларами то наверное стоит опять же написать мне я вас отправлю к соответствующим людям и мы посмотрим что можно из этого делать что получается ли вайме это нечто похожее на универсальную нейросеть нет не получается вайме по сути это конструктор в котором вы описываете конкретную модель знаний она может быть либо ограничена либо вы ее без конца расширяете но она все равно не является нейросетью принципы работы у нее несколько другие обучение у нее сейчас во многом идет за счет если рассматривать именно проект только вами обучение во многом идет за счет того что вы сами дополняете эту модель при этом мы смогли разработать определенные иерархии упрощения что позволяет разработать маленькие подмодели потом подсоединять ее к основной дебажить тестировать то есть вы можете работать на разных уровнях абстракции и иметь больше представления о том что у вас на каком уровне и как работает сейчас в рамках проекта то есть этого семантического анализатора идет попытка расширения вот этой вот этих моделей знаний за счет текстов на естественном языке то есть там допустим какой-нибудь учебник распарсить и добавить его к существующей модели знаний как защитить от копирайта бесплатные или не обязательно платные веб-приложения сайта боюсь это немного не моя специфика я честно говоря занимаясь стартапом себе ломаю голову на тем же самым если найдете решение я бы хотел бы поговорить с вами Валентина на какой технологии создана база данных у нас используется две базы данных одна из них SQL на это постгресс SQL она используется для конечных продуктов для внутренней модели знаний которые используются внутри нашей компании мы используем MongoDB это не SQL она работает с документами у нее есть свои плюсы есть минусы с одной стороны она легко расширяется можно дописать любые поля в любой момент не надо думать помать голову на структуру но с другой стороны как только вы используете что-то более мощное где нету очень жестких рамок и регламентов становится сложнее обрабатывать результаты того что там хранится какой стек технологии вы используете где подробнее можно узнать про милару в вайме мы используем Qt библиотека фреймворк форк от C++ используем также PHP для серверной обмотки и собственно все с точки зрения баз данных мы используем fastgreSQL MongoDB как я говорил Yatelme это PHP JavaScript похожие технологии во многом подробнее о миларах можно узнать на официальном сайте да он похож немного на пролог но мы постарались сделать его более юзерфрендли то есть нам удалось добиться того что не программисты а обычные учителя которые преподают в школах могут им пользоваться мы считаем это достаточно большим достижением да у нас еще есть определенные ограничения мы хотим 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 сделать его еще проще но пока у нас просто не хватает на это ресурс где найти teach me ну можно написать мне я вам сброшу адрес сайта так у нас компания называется гамтех и он делает редирект на проект teach me сейчас у нас там есть только лендинг и блок дальше можно ну мы планируем в андроиде выпустить демо версию через две недели примерно насколько реально создание и согласно данной технологии ну смотрите когда я начинал я говорю что я работаю в сфере логического искусственного интеллекта это не полноценный искусственный интеллект потому что если верить потому что говорят в интернете логический искусственный интеллект точнее полный искусственный интеллект должен уметь продуцировать новую информацию подходить ко всему креативно и так далее у нас логический искусственный интеллект его задача построить алгоритм решения той или иной задачи с которой он сталкивался или с которой он столкнулся впервые в целом да А для узкоспециализированных задач сейчас уже можно спокойно это делать. Для создания какого-то более сложного ИИ необходимо набрать критическую массу простых вот этих моделей, решающих ту или иную ситуацию. Тогда на основе прецедентов или чего-то в этом роде он сможет уже решать известные ему задачи. Определять, с чем он столкнулся, смотреть, есть ли это в его опыте, если есть в этом опыте, попытаться применить то решение, если оно не подходит, то придумать что-то свое. Надо использовать те знания, которые у него есть. Сфинкс. Какая математическая база нужна? Чтобы работать с нашей системой или вообще? Если работать с нашей системой, то зависит от вашей задачи. Если у вас модель, которая должна высчитывать интеграл, вы должны сами представлять, как они должны высчитываться и с чем это связано. Если у вас просто какая-то логическая карта принятия решения, например, я не знаю, сейчас, может быть, все играют в игры Telltale Games, которые вот у вас без конца есть выбор и в зависимости от этого меняется сюжет, то там вам не нужна математическая база, вы можете все построить на если то иначе. Соответственно, ну вот как-то так. Все зависит непосредственно от прямых задач. Многое можно сделать без программирования, но мы смотрели с реальными клиентами, что им время от времени нужны какие-то сложные алгоритмы, поэтому мы ставили JavaScript, это достаточно простой язык. И сейчас хотим еще больше усилить наши возможности за счет использования сторонних сервисов, чтобы людям не пришлось писать то, что уже когда-то было кем-то написано. Куда посоветуешь поступать в Москве? Ну, смотря, что ты хочешь добиться. У нас много ребят из МИФИ и Бауманта, и есть сейчас физтех. Это очень классный специалист, и я думаю, что лично я бы советовал поступать вот в эти вузы. Пичми показывает, нет, мы вольфрам не используем, да, он показывает пошаговое решение в режиме решателя, это есть такой у нас режим работы, но мы сейчас работаем над тем, чтобы пользователь сам больше решал задачки, а мы ему лишь подсказывали и обвлекаем это все в гемификацию, чтобы ему было интересно. Задачи генерятся, смотрите, определенный пол задачи мы генерируем совсем случайно, но потом из него выбираем те, которые имеют смысл. То есть, например, с Миквастинку непонятна задачка, когда у нее дан, допустим, треугольник, и вписанной окружности от нее он должен найти что-то по треугольнику, да, то есть нам приходится немного фильтровать. А так задачи у нас генерятся автоматически, не совсем случайно, но автоматически мы задаем там шаблоны, задаем сколько должно быть параметров, сколько должно быть шагов решения и другие критерии, по которым оценивается уже задача. Честно говоря, я не знаю кроним SVM. Тут я вам ответить не могу, но сейчас гуглить я, наверное, не стану, давайте все-таки своим поговорим. Почему в Монго вроде есть новый SQL более граф-ориентированный? А так, к сожалению, сложилось исторически, просто мы выросли тоже из определенного стартапа, были научные идеи, было изначально, было минимальное количество денег, и был человек, который знает MongoDB. То есть сейчас мы действительно ищем что-то, что могло бы нам быть более полезным, чем Монго, потому что мы уже столкнулись с рядом проблем, которые нам не нравятся. Какой подход вы могли бы порекомендовать, чтобы сравнить, например, две рыночных таблицы спроса и предложения? Есть два столбца, цена и объем. Как логически решить, какая таблица более значима? Честно говоря, тут вам нужен эксперт, который знает критерии значимости. Либо вы можете спросить на каких-то форумах, либо вам придется вырабатывать это самостоятельно. На мой взгляд, тут должна быть дополнительная информация, на самом деле, о том, насколько это эластичный спрос, соответственно, от этого вы можете фигурировать, насколько вы можете делать дельту цены, и вот этой дельте цены и количество спроса прогнозируемого. Я бы выбрал, как, конечно, любой, наверное, здравомышечный, жадный человек, выбрал ту, которая принесет больше денег за меньшую работу. Так, кончу вечерний бакалавриат по специальности информационной системы и технологии. Что дальше работать? Теперь на технологии, что посоветуете? Посоветую выложить резюме на HeadHunter и GIN. При этом ищите сами различные компании, не бойтесь посылать резюме в Яндекс и подобные. Они принимают на интернатуры и стажировки. Я думаю, вы сможете спокойно куда-нибудь попасть. Самое главное просто выбрать то, что вам более нравится. Я вот проработал в газокомпании, понял, что это мое и ушел. Не бойтесь менять работу на раннем этапе, но я бы вам посоветовал хотя бы отработать на одном месте, получить компетенции и перейти. Так, какая область применения Mivar-ного подхода? Так, сейчас. Тут еще было, что человек пропустил стек технологий. Во многом мы базируемся на плюсах, а именно фреймворк Qt и PHP. Соответственно, Qt у нас используется для интегрированной среды разработки и логического сервера. PHP используется для пробросок наших API и так далее. С точки зрения баз данных это POSGRIA и MongoDB. В принципе, этого вполне хватает. Естественно, для сайтов приходится еще интегрировать JavaScript. И PhotoFabula, по-моему, если я не ошибаюсь, написано на Python. Так, насколько Mivar-ный подход для системы анализа переводов текста на разные языки? И почему до сих пор нет нормального переводчика? Но в таком случае задача. Смотрите, я являюсь на самом деле еще переводчиком в сфере профессиональной коммуникации, поэтому я могу дать небольшой экспертную оценку. Языки очень разные, абсолютно разные. И дать однозначного перевода сложно. Например, если брать английский, то у глагола сетт есть сотни переводов. И какой конкретно нужен в данный момент, очень сложно понять. В большинстве переводчиков сейчас идут на основе прецедентов, на основе опыта и всего остального. То есть определенный краундфаудинг, и они по нему определяют, какой перевод, допустим, понравился людям, что они заменили. На самом деле надо понимать контекст того, что написано в данном предложении, абзаце и так далее, и на основе контекста решать, что же действительно произошло. Например, та же фраза «мама мыла раму» для искусственного интеллекта, если он не знает, что может делать рама, что такое вообще рама, в каком контексте она употребляется, он может за подлежащее считать любое из этих существительных. И вы его никак, только принудительно можете заставить вести себя как-то иначе. Соответственно, в этом и есть, на самом деле, большая проблема, почему нет нормального переводчика. Опять же, существует определенный бэкграунд у каждого из нас. Мы знаем определенные сказки, мы верим в определенные вещи и так далее, и их достаточно сложно переводить. Это те же фразеологизмы и идиомы. И получается, что однозначно их перевести не могут даже многие лингвисты. Так, советуйте книги по искусственному интеллекту. Вот их огромное количество, много хороших, много плохих. Сейчас ничего в голову не приходит. Я бы, наверное, вам больше порекомендовал читать какие-нибудь современные ресурсы по искусственному интеллекту. Потому что есть много старых теорий, которые, ну, просто достаточно большое количество людей на них работает и профессоров. И поэтому от них не отказываются. Но есть какие-то очень здравые идеи, которые возникают лишь в каких-то блогах, статьях и так далее. И их проходит стороной. И получается, что они их забывают. Хотя очень много можно почерпнуть именно из них. Да, что-то вроде Эбикампрена, но, как заявляли недавно мое руководство на пресс-конференции, там Эбикампрена создает эту антологию и концепты собирает вручную. Ну, и у них есть большой штат сотрудников, который, соответственно, провязывает все возможности. У нас есть для этого инструментарий. Мы его можем выдавать в открытое пользование. Это раз. А два. Мы работаем над тем, чтобы собирать эти антологии в автоматическом режиме непосредственно из текста. Так. Какие лингвистические подходы вы используете, а какие нет? Честно говоря, мы пытались использовать мат-лингвистику. Она оказалась неподходящей для нас. Мы используем во многом, собственно, разработки. То есть, собственно, семантический анализатор, синтаксический анализатор нам потребовался, потому что то, что мы находили по русскому языку, многое не подходило для нас. Что касается семантики, тут именно из-за того, что у нас собственные технологии пришлось писать полностью свое. Я уже несколько лет не связан непосредственно с развитием этого подразделения, но я могу вас связать. Вы можете поговорить и приехать к нам на обучение. Просто сейчас я не хочу говорить то, о чем я не знаю. Вот странно, почему именно C++, а не Python, или нужна более низкий уровень реализации, более низкий уровень оптимизации. Опять же, отчасти это пошло исторически, Python мы не знали, по крайней мере тот коллектив, который его использовал. Во-вторых, C++ имеет действительно возможность по низкому уровню оптимизации. У него хорошая работа с указателями. Когда мы перешли от объектов к умным указателям и прочим фишкам стандарта C++11 и C++14, мы смогли значительно повысить скорость работы, расчетов и всего остального. Поэтому мы, наверное, сейчас все-таки останемся на плюсах. Что касается Python, мы его рассматриваем как именно поставщик сторонних сервисов. Например, для решения каких-нибудь систем уравнений, если брать там SimPy, такую библиотеку, либо чего-то такого. То есть на Python мы, скорее всего, будем писать отдельные сервисы, которые будут запускаться в рамках отношения нашей системы. Что я скажу про AI, который разрабатывает Google? Ну, у них есть удачные проекты, есть неудачные, есть Google+, который так и не стрельнул. Но в целом, хоть и называют Google корпорацией, я считаю, что у них есть большой потенциал, у них есть интересная технология, у них самое главное есть деньги и специалисты, но минус в том, что они основываются во многом на том, что уже было ранее создано. Они пока, насколько я знаю, не придумали ничего такого нового, революционного, а старые подходы уже вертели со всех сторон, и пока у них не удалось ничего. Вы как бы сами видите, что творится вокруг, и что не очень все хорошо с этим выходит. Какой ресурс? Честно говоря, мне нет любимого, я использую Google. Наверное, самое интересное, что я время от времени почитываю, это, я бы даже посоветовал так делать, находите конференции, какие есть по искусственному интеллекту, у них потом есть сборники, эти статьи публикуются. Вот вы берете этот сборник, обычно эти статьи отбирает профессиональное сообщество. Вот сейчас будет конференция Переславля-Залесском от НСКФ, у меня там тоже будут присутствовать, если кто-то там покажется, мы можем лично поговорить. Берете этот сборник, выбираете интересующее вас направление статьи и читаете оттуда. Как раз тему о маленьких роботах, которые будут перемещаться по завалам, мы почерпнули из одного выступления человека, который создавал просто мультиагентную систему по налаживанию связи. То есть у него было одно направление, мы придумали, как это использовать в другом. В этом нет ничего плохого, и многие идеи, которые люди при написании статьи могут даже не догадываться о некоторых их применениях, а у вас осенят. Стоит ли в текущих реалиях изучить логическое программирование, проволок и прочее? Честно говоря, я не вижу большой востребованности в данных специалистах. Если вам интересно просто понять, как это происходит, то да, стоит изучить. Если вы не собираетесь связывать свою жизнь с такими системами, то мне кажется, это излишне. Так, не пытался ли нас купить Яндекс? Пока нет. Я надеюсь, что он попытается, и мы найдем в себе смелость и ресурсы сказать нет, потому что, ну, хотелось бы развиваться независимо, либо, ну, не как часть чего-то большого. Что касается хокинга и искусственного интеллекта. Я все-таки хотел бы быть на стороне Айзека Азимова с его тремя законами робототехники, но, к сожалению, искусственный интеллект будет, скорее всего, создан в рамках какого-нибудь закрытого военного предприятия, и нам будет всем очень плохо от этого. Если мы не можем правильно управлять сами собой, то как мы создадим искусственный интеллект, который не будет делать ничего плохого. Да, Ярослав, на e-library большое количество наших трудов, в том числе о том, как базово устроен наш алгоритм. Поэтому сейчас у нас патент на финальной стадии, его скоро должны опубликовать, там это все есть. На сайте, скорее всего, вы уже об этом информацию, вы сможете почитать, вы можете, опять же, так же написать мне, либо на сайте Милару есть возможность написать поддержку. Мы проводим время от времени бесплатно обучающие семинары, вы можете приехать, мы вам покажем, расскажем. Какой объем вашей базы знаний в экспертной системе? Зависит от того, что вы решаете. Можно ее склеить в собщик какой-то большой, да, можно использовать под конкретную ситуацию. Если брать вот этот образовательный проект с teach me, то даже простая такая, казалось бы, тема в треугольнике на самом деле имеет более 500 связей. Это то, что знают семиклассники. Объектов, конечно, поменьше, где-то, наверное, 200-250, но это, извините меня, всего лишь тема треугольники. То есть, если брать реальную экспертную систему, то все очень зависит от ситуации. Мы делали по медицине пробный проект, когда наша система, имея результаты анализов и анамнезов, говорила, какие заболевания возможны в данном чеке, каких точно нет. Там у нас было, ну, в общем, мы переводились за тысячи. Ну, дальше мы просто бросили, можно было и дальше развивать, но нам надо было, мы просто как в рекламных целях делали, чтобы показать, что мы можем работать с медициной. Язык клипс. Не работал с ним, честно. Не сказать ничего не могу. Для чего и как вы используете Qt? На нем написан логический движок, на нем написан веб-сервер, который крутит логический движок, на нем написаны среда разработки. Собственно, это их основные направления. Используем его, получается, и для бэкэнда, и для фронтэнда в этом случае. На мой взгляд, это один из самых удобных фреймворков для плюсов. Он достаточно гибкий, позволяет рисовать собственные элементы, если это необходимо. При этом он действительно мощный, он активно обновляется, у него большая поддержка, он кроссплатформенный. Собственно, то приложение, которое работает у нас на персональных компьютерах, я от нечего делать в свое время собрал для андроида и iOS. Да, конечно, с интерфейсом там получилось страшные вещи на планшете, но в целом все работало. Есть определенная проблема у Qt, если вы на Linux, хотите делать стендалон приложение, то там надо, вы соберете много шишек, пока вы будете подбирать все необходимые библиотеки. Но, в принципе, если вы не меняете версию Qt, вы делаете это один раз и не паритесь достаточно долго. А что-то логическое программирование. Я знаю и слышу, что данная область широко применяется в Big Data. Это не так? Да, применяется, но Big Data это направление и, на мой взгляд, сейчас оно более пиарное направление, потому что очень действительно каких-то эффективных, простых и так далее инструментариев по Big Data я пока не сталкивался. Я всегда стараюсь мониторить, что предлагают люди на этот счет. Но помните, когда появились фразы про облако, произошел резкий рост облачных технологий, сейчас все пытаются говорить, что у них есть облачные технологии, даже там где-то не менее. На мой взгляд, Big Data это во многом пиарная вещь, но она позволяет найти взаимосвязи внутри тех данных, которые вы собираете. И поэтому это такой, на мой взгляд, статистический анализатор, немного логико-статистический анализатор, который позволяет вам лучше представлять структуру. Но он не идеальный. У него, я думаю, световое будущее, но сейчас он слабо применим. Насколько быстро будет происходить развитие программирования роботов? Это напрямую зависит от потребности. То есть, будя спрос у людей, тем быстрее будет проходить развитие программирования. Например, может быть вы слышали, уже существует Lego Mindstorm, им пользуются относительно маленькие дети, школьники. И чем он мне очень нравится, у них в голове сразу происходит связь о том, что вот эта вот железка, я делаю вот это, и она начинает двигаться. То есть, то, чему людей моего возраста, вашего возраста, приходилось долго учить и к чему приходить, они уже это впитывают, так сказать, с пеленок. И мне кажется, что когда вот это вот поколение, ну не знаю, там 2000-2000, 2010-го станет работать, да, если среди них будет достаточное количество программистов, мы увидим резкий качественный скачок. Так, давайте я сейчас попробую в инете найти ссылку на наши труды, но лучше, конечно, все-таки написать на почту. Сейчас я попробую, минутку потрачу, я думаю, она у нас все-таки есть. Так, варк. Сайт не самый шустрый. Сейчас соединение сервера у меня восстановится, я брошу ссылку на e-library, и там уже в кисковике можно вбить слово Mewar, и вы получите доступ к большому количеству наших статей. Но сейчас у меня проблемы соединения с сервером, так что вам, наверное, придется написать меня на почту. Так, пока я вижу тогда следующий вопрос. О, я вернулся, давайте я общий чат тогда пришлю. О, так, я давайте сейчас отвечу на один из вопросов из общего чата, автономной службы поддержки. Да, но придется достаточно много работать и дождаться, я отвечаю на вопрос Дмитрия. Да, теоретически возможно, но надо будет повести большую работу по созданию сервисов, которые позволяли бы вам решать какие-нибудь задачи. Например, которые бы сами пинговали ваши сервера, если результат true, то они отдают в нашу базу, идет следующий шаг решения. Ну, например, просто какие могут быть юс-кейсы, да, у вас пользователь не может получить доступ к личному кабинету, это может там отвалиться сервер, у него может не быть прав, у него может быть неправильный пароль и так далее. Соответственно, все это надо испробовать в каком-то автоматическом режиме и под это вам придется написать сервисы. Да, и спасибо тем, кто меня слушал, у нас время заканчивается, сейчас я постараюсь ответить на вопросы. Ссылку я бросил в общий чат. Репер, да, мы набираем сотрудников. Удаленка у нас пока не очень приветствуется, очень сложно работать с такими людьми. Мы набираем, сейчас ищем специалистов по базам данных, ищем джуниоров, плюсовиков и ищем вебщиков. Опять же, вы можете мне написать, присылать ваше резюме, я с этим разберусь, передам следующим людям. К сожалению, с компаниями у нас сложно, которые бы этим занимались. Ну, кстати, Люба, если еще интересно, мы ищем когнитологов, то есть бизнес-аналитиков. И, ну, в общем, мы ищем много людей, вы присылайте, мы посмотрим. Боюсь, я не готов озвучивать цены. Здесь напишите, я вам постараюсь ответить лично, потому что просто не я этим занимаюсь, я не могу сказать. Что касается компаний, которые бы развивали искусственный интеллект, их действительно мало. У нас в основном это все идет в рамках МИРов и всего остального в исследовательских институтах. Есть Южный ЮФУ, по-моему, Южный Федеральный Университет или как-то так. У них достаточно мощная школа искусственного интеллекта, и они проводят в сентябре конференции в Девноморском. Можете почитать, можете получить те труды, это, наверное, те люди, с которыми чаще всего я пересекаюсь. Естественно, вот на НСКФ опять приедут в основном люди со стороны университетов и всего остального. Вот как-то так. Почему хотят удалить статью? А, в общем, как-то так получилось, что ее выложили не лично мы. Этот человек, автор, попал под какие-то репрессии. Они ее хотят удалить, мы говорим, что нет, все нормально. Но у нас они почему-то не слушаются. И вот эта фраза висит уже достаточно давно, и мы никак не можем с ней разобраться. Так, с вопросами у нас все. В общий чат. В общий чат. Но здесь я тоже вроде как не вижу ничего такого. Большое спасибо. Тест Юринга нет, пока мы не пытались. Мы хотим сначала допилить понимание естественного языка и уже выходить на диалог именно на основе речи. То есть это была бы отчасти фишка и достаточно... Потому что есть уже достаточно большой клещ систем, который проходит тест Юринга. Их, наверное, 7, и каждый год появляется новая. Но та, которая могла бы вести реальный диалог с ней, ну, с пользователями, таких нет. Поэтому мне хотелось бы довести проект до такого момента, а потом участвовать. Так, Вита, в общий чат я бросил ссылку на электронную библиотеку. Там много наших статей. Дальше вы можете написать мне на почту. Я могу сказать, когда будет следующее обучение. Пока у нас идет видео очных семинаров. Но, возможно, мы сделаем тогда вебинар, если наберется большое количество людей. Плюс ко всему у нас есть... Ну, мевары сейчас преподают в МАДИ и в БАМУНКе в том или ином виде. Есть руководство по ведению лабораторных работ и всего остального. Оно есть опубликовано, есть в электронном варианте. Тоже вы можете написать мне, я спрошу на часть, могу ли я это присылать. Большое спасибо, Владимир, за теплые слова. Да, с пиаром у нас есть определенные проблемы. Ну, сложно развиваться при маленьких ресурсах. Насколько я знаю, сейчас уже должен начаться... Я не знаю, что такое УИ в БАМУНКе. Наверное, это факультет. Ну, да, наверное. А, ИУ. Ну, я тоже не в курсе. Просто я знаю, что у нас ребята, которые там аспиранты, и работают у нас, они преподают, по-моему, сейчас в четвертом курсе. Возможно, ИУ точно не знаю. Вот, как-то так. Все, спасибо большое за внимание. Пожалуй, мы перейдем к рекламе. Я передаю слово Анне. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...